Доброе утро, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Ну что, я еду сейчас в парикмахерскую, в свой салон для того, чтобы, наверное, все-таки обрезать волосы, чтобы они были покороче, потому что хвостик у меня очень и очень скудный стал. И, вам не видно, волосы выпадают при каждом прикосновении моем к этим волосам все время. Если я их завяжу хвостик или завяжу что-то тут наверху, то волосы просто-просто потом клочьями выпадают. В общем, что-то буду с ними делать. Поэтому приняла решение подстричься покороче. У меня вот тут уже маленькие такие волосики отрастают, совсем маленькие. Ну, слава богу, что они растут, поэтому восстановлюсь. Вот. И, конечно, они стали очень редкими. Да, вот здесь вот прям редкие стали волосы. В общем, поеду, подкрашусь и подстригусь. Что будет дальше, увидим. Я вам обязательно покажу. Вот так. Но не отчаивайтесь, потому что мне там многие написали, что точно такой же проблемой вы столкнулись. Но я вам хочу сказать, это не онкология, это не смертельно. Все, восстановим, девчонки. Мой салон, моя святая святых, где я крашусь и стригусь. Салон Елена. Пойду туда сдаваться в руки Олечке. Здесь всегда очень красиво. Приятно пахнет. И щелкунечко такие стоят. Здесь много маракаола. И вот эту мерику я читала в интернете. Космитика, конечно, очень премиум класса, хорошая. Такая недешевенькая. Здравствуйте. Ольга Самасюк на 12. Хорошо. Хорошо, сейчас я тут не... Корнер такой маракаола стоит. Тестеров много разных кремов лица. Это вот эти вот Султан Сала. Красивенькая тут. Кюни продукты стоят. Все, пойдем продеваться. Елочки уже убрали. Все. Здесь сделают маникюр. Туда дальше косметология. А там дальше педикюр делают. Ну, а здесь вот можно выбрать любой шкафчик, чтобы раздеться. Вон, кто-то, видите, тут не закрыл. И здесь не закрыл шкафчик. А ну-ка, первый мой. И здесь какой-то хоз. Вот здесь вот. Третий. Кстати, третий – это мое число. Так что шкафчик под номером три. Пойду, посмотрю, что у меня в итоге получится. Сижу, пока крашусь. Поговорила с своей Олечкой. В общем, женщин, конечно, с такими проблемами, как у меня, поди, не волос, очень много. Вот. Но ничего, она говорит, что это дело времени. Все будет хорошо. Я все-таки надеюсь, что это скоро прекратится. И у меня снова будут мои любимые волосы такой вот длины. Меня это очень сильно устраивает. Эх, держусь, правда. Мы вам еще расскажем, как лечить и что с этим делать. Пока, Сема. Эх, мальчик. Ну вот, себе снимаю сразу в салоне. Как только меня Оля подстригла, покрасила. Да, она сказала, что у меня поредил мой волос. Но очень короткий она мне говорит, не буду стричь, потому что будет щелка неудобно. Но пока что вот такой вот вариант. Честно, я еще плачу, потому что я расплакалась, как дурочка. Сидит в кресле. Ой, я держусь, девчонки, но все равно. Я женщина. Ну, как бы так. Не то, что, ну, и волос жалко, но как-то все это пережить. Позитив мы куда-то делаем, все равно прочее. Так. Держусь, все. Так что пока вот так вот буду ходить. Такой вот. Капной волос. Не собрать еще хвостик. Ну, ладно, мне Оля показала, что можно сделать. Можно будет и вот так вот сделать, как-то красивенько будет и заколоть. В общем, обручи, какие-то ленточки мне говорит, купить. Пока что на первое время. Все, буду собираться, поеду. Сейчас позвоню Катюше, мы с ней еще в один магазин зайдем. Так вот. На следующей остановке, пожалуйста. Ну, вот я дома. Хочу с вами немножечко поговорить по итогу сегодняшнего дня и вообще про вот эту проблему упадения волос после перенесенного заболевания. Что моя сказала Ольга, моя парикмахер-стилист, что таких женщин очень много. И как мне написали в комментарии, потому что я изучала последствия, от чего, почему, и я с этим полностью согласна, но это мое субъективное мнение, что в основном волосы выпадают после того, когда прошло именно вот такое лечение в больнице. Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, вот у меня же дочь болела, и в моем окружении тоже болели мои подруги, то там все хорошо. Но я в том числе попала в тяжелой форме в больницу. У меня было поражение 65% легких, и я перенесла тяжелое оздоровление. И вот в больнице лечат гормонами. Гормоны эти очень сильные. И после этого всего, мало того, что еще стресс, организм, в общем, недостаток кислорода, и все тому вытекающее приводит к тому, что потом вот такие последствия. Само заболевание может пройти как угодно. Но вот у меня так. Что теперь с этим делать? Теперь с этим делать надо только то, первое. Это, конечно же, позитивный настрой. Никак иначе. Без стресса. Спокойно. Да, выпадает большое количество волос, и я каждый раз выдергиваю, каждый раз у меня в руке остаются волосы. Но это не смертельно, девочки мои дорогие. Как я вспомнила свою маму, когда она после онкологии была совершенно без волос. И вот там, конечно же, ты понимаешь, здесь жизнь возвратится на круги своя. Моя парикмахер-стилист мне дала очень хорошую статью, которую я в сторис опубликовала в Инстаграм. Кстати, вы можете тоже пройтись, почитать и мои по поводу этого мысли, да. Но там именно врачи-трихологи вместе с парикмахерами рассказали, что подробно надо делать уже после того, как это все произошло. Никакие особые мази не помогут. Единственное, это то, что надо принимать витамины. Я, конечно, купила витамины, и драже мерц, и швейцарское производство, купила витамины для волос. Там биотин много, там цинка много. Можно втирать, например, какие-то ампулы от Хадат. Вот я вот знаю, очень хорошо помогает, хорошие отзывы. И дрессенвали. Вот все, что поможет. Еще некоторые, я знаю, делали с жидким азотом, но это уже дальше, знаете, по вашему желанию и тому подобное. Дальше. Волосы выпадут столько, сколько и должно выпасть. Я знаю, что некоторые не расчесывают, не моют волосы так, как хотелось бы помыть голову, но, в общем, они выпадут, друзья мои. На их место придут новые. И Олечка моя, парикмахер-стилист, она сказала, что выходит, даже иногда бывает такой пушок намного больше, и он такой, знаете, как-то гуще становится, или еще что-то. Но я, в общем, как-то так и не вдавалась уже в эти подробности, но она как могла меня поддерживала в том, что она увидела. Конечно же, она увидела, что у меня очень поредели волосы. И она говорит, что это заметно только вам и мне, потому что я, так как вас все время крашу и стригу, я это вижу, но остальным в окружении может показаться, что просто у меня не такой волосной волос. Ну и полюбить себя, конечно, полюбить свои волосы, свое тело, свои каждые шерамики, каждые синячки, каждую морщиночку, полюбить себя. И, конечно же, вот так дальше жить пройдет еще месяц. Вот месяц ровно у меня выпадает волосы, она говорит, пройдет еще месяц, еще могут выпасть волосы, и уже потом пойдет восстановление в течение трех месяцев. Три месяца пройдет. Ну и теперь мои украшения на голове. Это какой-то ободочек, какой-то косыночек, платочек, какие-то маленькие такие очень мелкие заколочки, но никак не мои, которые вот резиночки и тому подобное. Вот так меня подстригла, я вам сегодня уже показывала. У меня такой собирается еще небольшой хвостик, очень коротко, под пикси. Она меня не подстригла, потому что она знает прекрасно, что это не моя стрижка. Просто-напросто у меня такое славянское лицо. Я такая, знаете, такая простушка. Ну не знаю, как простушка, но как это сказать? Такая распадынка белорусская такая, селянская такая девчинка. Поэтому у меня вот такой вот, вот этот вот, моя стрижка, наверное, моя такая прическа. Ну вот и все. Я очень-очень надеюсь, что была вам немножечко полезна, и мы вместе с вами, мои дорогие девочки, переживем и лето. И выйдем победителями. Как всегда, ничего сверх ужасного не случилось. Это просто волосы, как я вам всегда говорю. И давайте жить просто, просто жить. Я вас очень люблю. И увидимся с вами очень скоро. Берегите себя, мои дорогие. И я очень сильно благодарна, что вы со мной и поддерживаете меня. И у нас вот такое с вами доверительное общение. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok